Если бы сейчас дали бы все вырубить, появился дом, этой рощи бы уже не было. В октябре 2017 года жители улицы Старо и Дубраво заметили, что начали вырубать деревья. Больше гектара спилили и вывезли. По словам Виталия Тихонова, здесь могли построить дома, но жители на это не согласны. Они хотят сохранить мемориальный парк Героев Отечественной войны 1812 года. Для этого они обратились в один из рязанских возов, где есть биологический факультет. Как только сейчас снег сходит, сюда придут студенты, которые будут как практика у них будет. Они полностью, все исследователи всех деревьев. То есть у них все есть приборы по этому вопросу, где будет определен возраст деревьев, заболевание деревьев и так далее. Который будет составлен акт на каждое дерево. И по этому вопросу будем, чтобы деревья все вылечить и так далее, чтобы привести их в полный порядок. Площадь парка 4 гектара. Его посадили после войны 1812 года в память о погибших. Здесь даже были могилы, но они не сохранились до нашего времени. Парк постепенно разрушается из-за того, что летом в нем катаются любители экстремальных видов спорта. Жители нашли выход. Они создали проект, предусматривающий для спортсменов отдельную зону. А в парке они предлагают поставить небольшой храм на месте, где раньше была старинная часовня. Также хотят сделать аллею участников войны 1812 года. Рядом поставить фонтан. Вторую жизнь планируется подарить и зданию бывшей лечебницы, построенной для участников войны 1812 года. Потом здесь разместили больничную колонию для душевнобольных, где применял новые методы лечения известный профессор Николай Баженов. Больничный городок был на полном обеспечении. Здесь были свои теплицы, были мастерские для того, чтобы выздоравливающие душевнобольные, для душевнобольных, чтобы они могли работать. Крестьяне двух окрестных деревень Галенщина и Никуличи принимали участие в их восстановлении больных. Они привлекали их для самых примитивных работ, типа вскопки, пилки дров и так далее. Это тоже было новаторским шагом в лечении душевнобольных людей. Комплекс сейчас является памятником архитектуры федерального значения. Он охраняется государством, но судя по внешнему виду, ремонта здесь давно не было. Здесь можно разместить музей медицины или сделать хоспис. Идей у авторов проекта много, осталось только их воплотить. И топонимическая комиссия провела обследование, расследование. И дума городская провела. То есть, в принципе, осталось только главе города подписать распоряжение о принятии статуса этого парка. И дать ему название. Все. Ориентировочная стоимость проекта, мы считали, ну где-то порядка 20 миллионов рублей. Ну это полностью. С учетом строительства вот этих входных групп, аллеи боевой славы и восстановления этой церкви. Этот парк уникальный. По словам авторов проекта, местным дубам по 200-300 лет. И Рязань единственная в Центральной России, где в самом городе сохранилась такая дубрава. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Продолжение следует. Рязань единственная в Центральной России.